Всем здравствуйте! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале в Италии. Сегодня я хочу сделать наполовину видеоболталку, а наполовину влоговское видео. Но сразу хочу сказать, что этот влог я снимала практически год назад. В этом и в последующих трех видео я хочу рассказать о четырех замечательных итальянских городах, которые мы с мужем посетили, когда совершали наше свадебное путешествие. Мы поженились 11 октября 2014 года. Я тогда еще не была блогером, но, видимо, уже любила снимать, любила монтировать и оставлять на память. Просто как в семейном архиве. Спустя несколько месяцев после этого я решила вести влог, и мне понравилось. Снимать также и влоговские видео и так далее. Еще весной мне пришла идея достать эти видео из архива, которые я сделала, эти фильмы о четырех замечательных городах Италии, разделить их, выбрать что-то, что может быть моим зрителям интересно, немного рассказать об этом и показать. И сделать такие четыре видео как раз годовщине нашей свадьбы. Итак, наше свадебное путешествие началось 14 октября 2014 года, две недели. Оно длилось, мы улетели на юг Италии, в город Неаполь, а уже оттуда на поездах добирались до Рима, потом была Флоренция, и все-таки закончилось городом моей мечты, Венеция. Там же я отметила свое день рождения. И после Венеции мы уже вернулись в Турин. В этом видео я бы немного хотела рассказать о таком замечательном городе, как Неаполь. Вообще от Неаполя, если в целом говорить, я, наверное, ожидала большего. Я была о нем очень наслышана. Даже некоторые итальянцы говорят, наверное, эта поговорка пошла из Неаполя, увидеть Неаполь и умереть. Точно так же, как русские говорят о Париже. И это, мне кажется, довольно таки странно, потому что в Италии есть более-более-более красивые города, чем Неаполь. Но в нем тоже есть что посмотреть. Этот город 100% достоин для посещения туристов. И это очень туристический, кстати говоря, город. Он совсем другой, он очень отличается от Турина. Юг от севера вообще отличается как две разные страны, это два разных мира. Это другой диалект, другой язык. И причем не просто как вот в Турине разговариваешься на итальянском диалекте, хотя есть пимонский диалект, и где-то в деревне за Турином можно встретить бабушек и дедушек, которые между собой говорят на диалекте. В Неаполе, когда вы приезжаете, даже если вы итальянец с севера, или вы иностранец, который уже понимает и говорит по-итальянски, допустим, как я, вот мы с мужем приехали в Неаполь, и везде, везде, везде вокруг нас говорили все на незнакомом нам языке. И поэтому мой муж итальянец, как бы находящий себя в стране, но в Неаполе, чувствовал себя как иностранец. Все было по-другому, все было чужое. Это совсем другая атмосфера. Вообще Неаполь очень колоритный город, в нем есть, несомненно, своя атмосфера. И уже когда мы совершили все наше путешествие, проехали, две недели закончилось, конечно, я могла сказать, что Неаполь с четырех городов мне понравилось меньше всего, больше всего мне понравилась Венеция. Но, знаете, вчера я сидела, монтировала видео, выбирала какие-то кусочки, которые можно вставить в это видео, и я как бы снова погрузилась в эту атмосферу. Это действительно необычный город, который даже, можно сказать, тянет, несмотря на то, что это не ухоженный город, а грязный. Неаполь – это то, что находится на береге города, а в центре города очень даже мило, но он остается неухожимым, конечно, по сравнению с Туином грязным, и за собаками там не убирают, и в общем, но исторический центр мы посетили, гуляли по нему даже несколько раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 И это еда. Вообще до поездки в Неаполь я уже не ожидала, что что-то могу найти вкуснее, допустим, чем в Турине. То есть для меня итальянская кухня, она самая лучшая в мире, самая вкусная. Я думала, что примерно во всей Италии так, но то, что в Неаполе, это просто не поддается никакому объяснению. Я не знаю почему, но там самый вкусный кофе, который я пробовала в своей жизни. Где бы мы не ели, так получается, что мы как-то ели на ходу, в каких-то кафешках, небольших забегаловках, то есть какие-то большие, красивые, серьезные рестораны мы не ходили. Но все, что мы ели, любой салат, любое мясо, любой гамбургер был настолько просто. Не описать, насколько это все вкусно. Неапольская пицца. Тут отдельная история. До того, как поехать в Неаполь, уже какое-то время я и посещала Италию, уже немножко там жила. В общем, набралось где-то 8-9 месяцев, как я уже жила в Италии. Перепробовала разные типы пицц здесь, в Турине. Но пиццу маргариту я не ела никогда, специально до того момента, когда я поеду в Неаполь. Потому что, наверное, все знают, что родина пиццы – это не Аполь. Продолжение следует... Там была, как бы считается, изобретена первая пицца. Это классическая пицца маргарита, где только присутствует мадмоцарелла, базилик, томат, помидорный соус. Пиццу неаполитанскую отличает от каких-то других видов пицц. То, что у нее такой толстенький бортик, довольно-таки высокенький. То есть такая пицца достаточно тяжелая, калорийная. Я сейчас люблю другие виды пицц, когда тесто тончайшее, когда просто как будто бы его нет. Когда ты съел пиццу огромного размера, огромного такого диаметра, но она была настолько тонкая, что ты ее просто переварил за 2 часа. Очень просто. Там я тоже попробовала пиццу. Не могу сказать, что это прям вот было что-то вау. Нормальная пицца, я была голодна. И нормально мне эта пицца подошла. И вообще в целом, насколько я, живя здесь, слушала от северных итальянцев о том, что юг это бескультурия просто. Там опасно. Там все воруют, там все всегда тащат. Там опасно оставить машину, обязательно своруют. Под домом. Там всегда обманывают. И так далее, и тому подобное. Там грязно, там так, там вся. Короче, итальянцы северные относятся к югу вообще не очень уж. Не очень их любят. Чувствуют какое-то отличие. А как бы итальянцы северные считаются более такие интеллигентные. Коренных северян, если им не нужно без особой какой-то надобности, не по работе, их очень сложно заманить на юг, чтобы они туда просто поехали и убедились в том, что все, что здесь говорят, это в принципе неправда. Там нормальные люди, там очень приветливые люди живут. Там не тащат все на каждом углу и не воруют. Воруют и здесь, на севере. В принципе, сейчас в Италии вообще, наверное, нет таких мест абсолютно безопасных. Но нам понравились. Люди очень приветливые. Нами заинтересовывались. То есть моего мужа издалека видят, что да, это итальянец, но это северный итальянец. С нами разговаривали на нормальном итальянском языке, где между собой только на своем. Где мой муж понимал пациентов 10, наверное. Максимум я и того меньше. Если мы не могли разобраться, вообще мне Нябль показался таким городом, каким-то неудобным, сумасшедшим. И в нем было сложно ориентироваться. И мы могли стоять с картой и смотреть эти направления, стрелки, какие улицы, где, долго тупить. И люди видели, что мы потупливаем, видели, что мы иностранцы, да, можно сказать, подходили к нам и сами помогали. Сами прилагали свою помощь и говорили, куда пойти. То есть довольно-таки вежливые, очень попались вежливые люди. Потом мы взяли поезд, поехали в Рим, познакомились там с одной семейной парой. То есть они нами заинтересовались, они с нами познакомились. Они спросили там, что мы вообще здесь делаем. Сказали, что вот мои молодожены приехали в Няполь. И они спросили, как понравилось. Когда мы сказали, что очень понравилось, они просто вообще там расцвели, угостили нас национальными вот их неапольскими сладостями. Я не помню, как называются, конечно же. Даже не помню, с чего они состояли, эти сладости. Нам рассказали немного об этом. И потом сказали, возвращайтесь. И три дня для Няполя, для того, чтобы вы действительно его прочувствовали, и его понять, как они нам тоже сказали. Этого, конечно, очень мало. И следовало бы, конечно, побыть еще, приезжать к нам еще. В общем, очень приветливые люди. Отличаются, хотя и северные итальянцы приветливые. Мне всегда попадаются приветливые, улыбчивые люди. Мне с ними очень приятно общаться. Но вот люди на юге, это, конечно, немножко другое все-таки. Другой город, другая местность, все отличается. Также мы побывали на Визове. Такое историческое место, которое, конечно, стоит посетить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно спустить. Сидеться с Визове и взять экскурсию, походить по Помпеи. Но мы решили не идти в Помпеи, потому что Моус там уже был пару раз. Я, конечно же, не была. Но мы выбрали другой городок, Эркуалана, который также был разрушен Визове, в то самое время, когда и, в общем, пали Помпеи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Интересно было дотронуться до истории, просто прикоснуться. Я ходила, все трогала и представляла, господи, тысячи лет назад здесь жили люди. И потом вот в один день, в одну ночь такое произошло. Вот, и в принципе, я бы не советовала знакомиться со всей Италией, поехав только в один Неаполь. Тогда вы не поймете вообще на самом деле, какая она, Италия разная, нужно посетить, конечно же, несколько городов. Но Неаполь посетить стоит, чтобы понять и прочувствовать, что Италия может быть еще и такой, потому что Италия это, ну, очень-очень разнообразная, разносторонняя, не знаю, очень богата культурно, безумно богата культурно страна. Италия 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok